За несколько лет котлы производства НМК эволюционировали от предельно простой конструкции котлов Сибирь до уникальных универсальных котлов длительного горения Magnum. Модельный ряд расширяется, расширяются и возможности котлов. И за ответом на главный вопрос, какую выгоду получает владелец нового универсального котла Magnum, мы обратились к первоисточнику на завод НМК. Сергей, приветствую! Евгений, добрый день, здравствуйте! Вновь рад вас видеть уже на вашей территории здесь, в Новосибирске. Сергей, котел Magnum, как только увидел свет, однозначно стал хитом продаж. Его стали сравнивать с лучшими отечественными аналогами и даже с лучшими импортными образцами производства самых именитых компаний. Каждый что-то находит такое в этом котле, что цепляет именно его. Вот расскажите, в чем особенность котлов Magnum, в чем все-таки их привлекательность? Все правильно сказали. Выйдя на рынок, мы, конечно, прогнозировали, что котел Magnum в серию пошло мощность 15 кВт, 20 кВт, 30 кВт. Бурно зашел на рынок и был, скажем так, дефицит. А что это? В чем успех? В чем успех? Народная молва, либо же это какое-то соотношение цена и прогнозируемое качество сыграло свою роль. Значит, смотрите, в чем успех именно данной модели этой серии. Запуская в производство, как и другие модели, мы сделали анализ рынка. Для народа нужен народный котел. Чтобы это не была копия зарубежного какого-то котла, который адаптирован именно к их условиям, а создать котел, который адаптирован к нашим сибирским условиям. Это и сделало котел оптимальным при выборе, покупке, установке котла в сравнении с другими аналогами. То есть это длительность горения, всеядность его, ну и доступность именно в ценовом диапазоне. Что мы подразвиваем по слову всеядность? Первое. Это фракция угля. Фракция, влажность и так далее. Это, по сути, не имеет значения. Ну, все в пределах разумного. То есть не стоит там такие булыжники в него запихивать, хотя для него тоже ничего страшного нет. Здесь можно засыпать, еще раз повторюсь, любой уголь. Скажем так, испытание котлов происходит на уголь, который использует завод для отопления собственных мощностей. То есть это не грохоченный уголь, а именно большая куча угля. Работают наши котельные. С этой же кучей набирается уголь и происходят все эти испытания. Прежде чем запустить модель в эксплуатацию, мы как минимум протапливаем в течение полгода. Есть модели, которые стоят на испытаниях в течение года. Серия Magnum, прежде чем запустить в продаже, он стоял на испытаниях не менее 8 месяцев. То есть эта модель переделывалась несколько раз и в итоге получился такой хороший продукт. Антрацит – это пригодный тип топлива для этого котла или же все-таки лучше его не использовать? По антрациту, скажем так, антрацит – это уголь специфичный с большой температурой горения. Скажем откровенно, в котле есть детали, которые не стоит подвергать слишком большому температурному удару. Это отбойники и так далее. Антрацит там можно пользоваться, но в перемешку с другим углем в чистом виде я бы не рекомендовал. По модельному ряду, мы уже говорили, что 15, 20 и 30 киловатт. В принципе, вы закрываете все самые популярные мощности для обустройства отопления в обычном загородном доме. Квадратуры примерно до 300 квадратных метров. Это максимальный котел, 30-й, вот этот котел. Но надо учесть, что котел Magnum – это котел длительного горения. И ему необходимо закладывать больший процент мощности на квадратуру с учетом, сколько воды в системе и сколько ваша система потребляет. То есть все привыкли как? Придя в магазин, они озвучивают продавцу цифру. Допустим, у меня 100 квадратных метров. Продавец, конечно же, знает, что, допустим, 15-киловаттная модель прекрасно подойдет на 100 квадратных метров. Но всегда нужно учитывать момент, сколько воды в системе и сколько потребляет система. Такие ошибки, они редко, но они бывают при расчетах. Человек, устанавливая самостоятельный котел, не привлекая организацию, которая грамотно ему это все сделает, он именно делает ошибку в каком направлении. Допустим, система у него потребляет при 100 квадратах 15 киловатт. И в тот же момент, да, он озвучил уже продавцу, что у него 100 квадратов, он, естественно, ему порекомендовал. То есть мы устанавливаем котел в критик. Это допустимо еще при работе котла прямого горения. Котел, допустим, Сибирь, Гефест, да, где весь объем топлива загорается одновременно, и он без проблем выдаст эту киловаттность. У Маддума, у него принцип горения другой. Он постепенно нагнетает жар, ну то есть отдает в систему, загорается не весь объем топлива, а загорается нижнее горение, шар горит, и выход в рабочий режим у него осуществляется там не в нескольких часов, а может доходить до дня. То есть весь день вы можете нагнетать температуру, затем он только выходит в рабочий режим и начинает поддерживать. Поэтому я бы рекомендовал всегда котел Магнум устанавливать с запасом. Если у нас, грубо говоря, 100 квадратных метров, и система потребляет 15 киловатт, то лучше поставить 20-киловаттный котел. Это даст комфортность в эксплуатации, стабильную работу, ну и экономия по топливу, соответственно. У котлов Магнум по сравнению с аналогичными котлами несколько увеличен объем водяной рубашки. То есть даже у самой младшей модели, у 15-киловаттного, 56 литров, если я не ошибаюсь, водяной контур. У самого старшего, у 30-киловаттного, больше 100 литров. То есть здесь уже само по себе это говорит о том, что котел не будет быстро выходить на вот этот вот рабочий режим. Правильно понимаю? Да, все правильно. Видите, с отоплением человек сталкивается раз в жизни, может быть, два раза в жизни. Организация, которая занимается этим, да, на профессиональном уровне, они сталкиваются с этим раз-два раза в день. А человек, который приобретает котел, он сталкивается с отоплением один раз. И мы обязаны донести ему эту информацию. Для чего? Чтобы человеку было комфортно эксплуатировать. И вы задавали изначальный вопрос, то есть как расходится наша продукция, почему она становится популярной. Мы не вкладываемся в рекламу. Мы даем обзоры, обзорное видео и так далее. Но основной наш канал продвижения, да, это сарафанное радио, то есть нас рекомендует. И вот именно это и приятно, что человек поставил себе модель котла, он доволен эксплуатацией, любую модель, будь даже это печь банная, ну мы сегодня говорим о Магнумах, и он рекомендует соседу и родственникам и так далее. У моего знакомого Магнум 15-киловаттный, и по его заверениям котел работает на одной закладке именно вот в районе суток, вечером, допустим, часов в 5-7 вечера он его загружает. Перед тем, как пойти спать, часов в 12 подходит к нему, шевелит угли, и все, до утра он уже совершенно спокоен за то, что котел работает. И также процедуру это повторяет вечером следующего дня, часов в 7, по вот такому вот циклу. Подтверждаются цифры, то есть котел работает на одной закладке угля около суток. Все правильно. Я всегда говорю, что котел, он работает в совокупности со всей системой. При правильном монтаже, то есть правильный монтаж, подразумевается установка, естественно, самого котла, система обвязки, то есть система, которая наполнена теплоносителем, и, естественно, дымоход. Когда вот эти вот три значения правильно сбалансированы между собой, то есть хорошая тяга, стабильная циркуляция теплоносителя, есть факты того, что котел обслуживается раз в сутки. Ну, это уже когда, скажем, с запасом котел поставили и так далее, есть такие моменты. Дай бог, со временем мы снимем такие видеообзоры, когда непосредственно человек эксплуатирует. Будет очень интересно посмотреть. Затронули тему про дымоход. Котвы Магнум нетребовательны к высоте дымохода. Для младшей модели она устанавливается в 5 метров, минимальная высота дымохода. У тридцатки уже, конечно же, 7 метров. Это говорит о том, что котел работает стабильно, у него стабильная тяга даже при невысокой высоте дымохода. Выход дымохода идет стандартный, 150-й у него. Мы рекомендуем устанавливать котел именно под сэндвич-трубу. Были пробные, скажем так, установки в кирпичную кладку, трехходовку и так далее. Но учитывая, что у котла нет такой интенсивности горения, то есть он работает в режиме тления все-таки, кирпичная кладка не может создать достаточную тягу для его стабильной работы. Поэтому в паспорте мы четко прописываем, что это именно сэндвич-труба. В принципе, 150-й диаметр – это один из самых ходовых и не самое дорогое решение. Учитывая то, что на пятнашку нужно всего 5 метров дымохода, ну, от 5 метров дымохода. 5-6, ну, в зависимости, как установлено. Да, то есть это такое очень, ну, такое бюджетное решение получается. Ну и в целом котлы по соотношению цена и то, что в него заложено конструктивно, довольно выгодное вложение. Давайте посмотрим на конструкцию котла. Загрузка идет сверху. То, что она наклонная, это еще плюс. Почему? Потому что здесь не съедается полезное пространство загрузочной камеры. Да, то есть весь бункер, он заполняется до самого верха, под самую крышку он засыпается. Вот в пятнашку сколько входит? Чуть больше 4-х ведер, наверное, да? Ну, скажем так, 10-литровое ведро, полное, 4 штуки сюда заходят свободно. Засыпается под самый верх. У нас есть уже на сайте, на нашем, то есть как он растопляется, как его растоплять и эксплуатация. Важна еще емкость зольного ящика. Для одной протопки достаточно, получается, ящика зольника? Для одной закладки, которая закладывается в котел, именно та емкость, которая есть здесь, этого зольного ящика вполне достаточно. Естественно, когда человек начинает удалять залу, даже если он в полном, выгреб, здесь зольник-совок, то бишь, что загоняется еще раз, выгребаются остатки и удаляются. Без проблем. Действительно, я думаю, пришла пора перейти к рассмотрению конструкции, ведь там очень много интересных моментов, которые надо показать нашим зрителям. Очень хорошо, что вот у вас он представлен в разрезе. Абсолютно все детали его видны, абсолютно все элементы, ко всем элементам есть доступ. В конце нашего обзора мы раскроем один небольшой секрет относительно этой конструкции и из-за чего она получилась именно вот такой вот сбалансированной. Начнем действительно с простого, посмотрим, как горит топливо и как он работает. Мы видим объемный бункер для засыпки топлива, теплосъемные отбойники, которые снимают теплосъем, комплектующие детали в виде рассекателей пламени, отбойник для того, чтобы было правильно сбалансированное горение топлива. Именно в том направлении, как его задают. Здесь желтым у нас обозначено, где находится водяная рубашка по контуру, плюс здесь вода у нас и здесь. Здесь стоит рассекатель пламени между двумя ходами дымовых газов. Специально для того, чтобы несколько усложнить путь по вот этому первому колодцу, чтобы газы все-таки успели захватить заднюю стенку водяной рубашки и пройти вдоль вот этой части теплообменника, чтобы максимально отдать свое тепло и уже затем потом выйти в дымовую трубу. Все правильно. Чуть-чуть добавлю. Все детали, которые находятся в комплектации данного котла, на момент эксплуатации они должны быть установлены. Люди, приобретая котел, бывает такое, что, допустим, посмотрели, сказали, что за деталь, куда ее поставить, и убирают ее. Котел начинает работать неправильно. Почему? Потому что, скажем, увеличенная тяга протягивает его, и уже выходит все живьем и напрямую. Любая деталь, установленная в комплекте, которая идет на котел, она должна быть установлена для правильно сбалансированной работы котла, для правильного дымоотвода, теплообмена и так далее. Ну, то есть, корректная работа котла гарантируется только в том случае, если используется вся заводская комплектация, и установлена она правильно и в верных позициях, и только тогда котел будет работать с максимальной теплоотдачей. В процессе эксплуатации происходит следующее. То бишь, здесь у нас находится бункер, который заполнен топливом, здесь у нас находится жар тепла, которым, ну, горит топливо, уголь. Жар, в первую очередь, касается первого теплообменника, здесь у нас идет отвод исходящих газов, второй теплообменник и задняя стенка, а также идет водяной контур. При сгорании топлива, топливо постепенно опускается вниз в бункере. То есть, ниже, 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 ниже. В процессе эксплуатации, то есть, когда горит у нас топливо, здесь жар лежит у нас, начинает шлаковаться уголь. То есть, он прогорел, начинает шлаковаться. Есть хорошая и очень полезная фишка. Это встряхиватель колосников. Он работает в следующем формате. То есть, есть кулачки, которые встряхивают уголь, то есть, дают доступ воздуха ему. Это делается либо в ручном режиме, один-два раза провернуть. Этого вполне достаточно, чтобы доступ воздуха дать, для того, чтобы взбодрить пламя. Есть у нас в режиме автомата работает. Сбоку здесь установлена у нас автоматика идет. Она работает по принципу встряхивания колосников, либо в временном интервале, то есть, задается временной интервал, там, грубо говоря, два, либо там раз в пять часов происходит встряхивание, ну, в зависимости от того, как работает у вас котел. Либо это по температурному режиму. То есть, когда температура опускается ниже заданных параметров, она автоматически встряхивает уголь и возобновляет его горение. Вы здесь еще повышаете эффективность котла за счет водонаполненных колосников. Да. Они также включены в общий контур водяной рубашки, находятся они под наклоном. Абсолютно правильно. Для более эффективного теплосъема идут водонаполненные колосники. Это позволяет именно в режиме тления, именно в режиме тления максимально повышать КПД, скажем так. Сергей, чистить котел, я так предполагаю, довольно удобно. Здесь предусмотрены на верхней поверхности специальные заглушки, через которые можно добраться до стенок вертикальных опластин теплообменника. Все правильно. То есть, через эти технологические отверстия мы можем свободно почистить стенки внутренние, то есть, убирается... Давайте здесь откроем, да. Вы будете выполнять роль человека, который эксплуатирует. Снимаем пластину, да, в этот момент мы вытаскиваем пластину, снимаем также отсекатель пламени. И в комплекте у нас идут, во всех моделях Magnum, идут две шуровки. Кто-то может для себя сделать, но в комплекте уже есть вот такие вот стандартные. То есть, наглядно мы видим, что стенки вполне реально почистить. Залезть. И через это отверстие точно так же. Единственное, что там есть еще одно, одна заглушка. Не забыть ее снять. И обратно поставить. Здесь нужно уже другую шуровку. У нас второй комплект, который идет. Плоская которая? Да, длинная которая. Вот, это второй. Это именно уже для этой стороны идет она. Для прочистки. В процессе эксплуатации, если у вас правильно сбалансирована вся система, система дымоотвода, система потребления обвязки, котел работает в правильном режиме, ему не требуется частая чистка. То есть, как показывает практика, это происходит раз в сезон. Ну, если, скажем, уголь, большая озольность, большие отложения, то, ну, два раза за зиму. Здесь, если сравнивать конструкцию этого котла с конструкцией других трехшахтных котлов, есть очевидный плюс. Шахты находятся вертикально, и одновременно ход дымовых газов идет вдоль обеих шахт вверх. То есть, нет вот этого завихрения. Сначала вверх, потом вниз, потом обратно вверх. Здесь все-таки упрощенная схема выхода дымовых газов. И температура дымовых газов здесь, по сравнению с другими трехшахтными котлами, она выше. И, видимо, за счет этого как раз меньше отложений на внутренних стенках, меньше вероятность образования конденсата и меньше отложения. То есть, здесь все, в принципе, выгорает. Почему я говорю, что это плюс? Чистку котла нужно производить один, максимум, два раза в сезон. Это означает, что с сажей образуется минимальное количество на стенках теплообменника, тем самым растет эффективность котла. Она, правильно бы сказать, не растет, а все-таки сохранение эффективности котла в процессе работы, даже когда происходит оседание сажи. Именно сохранение. Здесь задача такая. То есть, если котел правильно работает, у него выгорает вся эта сажа, он остается наиболее эффективным длительное время. Как только начинает котел залить, сажа оседает. Она может в каких случаях оседать? То есть, если большая система обвязки, то есть, большое количество воды и котел пытается это прогреть. Соответственно, у нас выходит на выходе, грубо говоря, 90 градусов, а на входе 40. Это огроменный перепад, когда котел начинает просто смолить он сам себя. То есть, стенки из-за большого перепада они начинают засмаливаться. Естественно, падает КПД. А когда она сбалансирована, то есть, естественно, осадок, который идет, зольность, она выгорает со стенок. И тогда он работает правильно. Здесь, наверное, более четко будет сказать именно сохранение КПД. Вы не гонитесь за снижением температуры выходящих длогазов. Максимально нет. То есть, максимально отжимать котел по эффективности работающий котел на угле не стоит, потому что это как бы палка о двух концах. Вроде бы вы повышаете его эффективность, но тем самым вы можете повысить вероятность образования сажи на стенках теплообменника. Температура дымовых газов, она довольно, наверное, будет, ну, не маленькая. Порядка 200 градусов, это при интенсивном горении это однозначно будет. Но при всем этом котел легко эксплуатировать. Минимальные подходы, минимальная очистка. Я вспомнил один момент, который прочитал, когда анализировал отзывы про этот котел, с задней части колосниковой зоны у вас есть такое довольно широкое отверстие, куда как раз либо крупный уголь, который не может там сгореть, либо какие-то порода, она легко встряхивается. При эксплуатации котла что происходит? Как я говорил, здесь находится у нас жар. Со временем какая-то порода, камень остается. При встряхивании колосников, то есть вот они, волнообразные идут, эта порода, она сдвигается в заднюю часть и падает именно уже в зольник, в заднюю часть зольника. Если вовнутрь заглянем, то легко увидим, что есть заслонка. Открываем зольник, вытаскиваем золу, удаляем и открываем заднюю часть зольника. вот мы подняли заслонку. За этой заслонкой находится именно та порода, которая не использовалась. Выгребаем ее, оттуда удаляем, опускаем заслонку и идет дальнейшая эксплуатация. Вода, наполненные колосники, всегда остаются под жаром, не забивается. То есть, горение ровное в течение всего времени работы коротла. Сергей, мы не поговорили еще про материал топки. Даже вот по этой обечайке видно, что он изготовлен из трехмиллиметровой стали. Марка стали, это, наверное... СТ-3, марка стали. СТ-3 идет. Здесь, сразу подчеркну, здесь металл выполняет роль прокладки. То есть, он между пламенем и теплоносителем находится. Поэтому этой толщины ее вполне достаточно. Почему? Потому что, ударяя в стенку, жар, он отдает температуру именно в теплоноситель. И трехмиллиметровой толщины ее вполне достаточно. Как вы вначале подчеркнули, именно две атмосферы. Это оптимально. Больше смысла нет. Мы же не отапливаем этим котлом восьмиэтажное здание. Поэтому две атмосферы это вполне достаточно. И толщины, ну, скажем, 20-30 лет этой толщины вполне достаточно для того, чтобы котел нормально функционировал. Ну, здесь же нет таких зонт, в которых идет непосредственно контактирование пламени, сильного жара с незащищенным металлом. То есть, в любом случае, он с обратной стороны, этот металл, омывается теплоносителем, который тут же снимает тепло с внешней стенки. Все правильно. Единственное, то, что здесь подвергается большому термическому удару, незащищенное, это теплоотбойники. Которые мы снимали, при чистке. Да, то есть, вот он отбойник, который устанавливается здесь, который находится, вот уголь лежит, он защищает эту дверку. Да, это, ну, это, скажем так, это расходный материал, который, отработав 2-3 сезона, ну, естественно, выходит из строя, тут деваться некуда. Но его также можно будет докупить? Конечно, в любом вашем магазине его можно, любую комплектующую деталь, которая находится на котле Magnum, либо другую, другого изделия можно приобрести в магазинах. Ну, вот в этом отбойнике вы явно, как бы, перестраховались, он изготовлен из пятерки, но он находится в зоне, где температуры водействия не такие великие, как вот в колосниковой зоне, поэтому это скорее просто внушительный щит такой. Ну, да, то есть человек должен понимать, что все надежно и практично. Меньше смысла нет. Также эта деталь, которая рассеивает пламя, она выполнена из металла 12 миллиметров толщиной. Ну, скажем так, на 3-4 сезона ее хватает от работы без проблем. У котла на каждой боковой поверхности есть по штуцеру подключения, то есть у него подключение универсальная левая, правая. Да, все правильно. И также можно еще ТЭН у него установить. В комплекте идут заглушки, то есть левая, правая сторона, верхняя часть 2 и нижняя часть, то есть по 2. Человек конфигурально подключает, как ему удобно, по системе отопления либо с одной стороны, либо слева, либо справа, либо наоборот. И свободное отверстие он используется для подключения ТЭНа. ТЭН в комплекте не идет. Почему? Потому что на данных мощностях можно поставить либо 3, либо 6 кВт. Это уже как доп. функция идет у человека. Ну, на выбор клиента. Да, да. Самое важное в процессе эксплуатации какие бывают ошибки. Допустим, у человека стояла старая печь. Вот он ее привык использовать, засыпет ведро угля, либо 2 ведра угля, нагнал температуру, протопилось и все, он доволен. Приобретая котел Magnum, надо понимать, что нагнетание тепла будет происходить медленнее. Первая самая ошибка, которую делают люди, они засыпают в котел Magnum, грубо говоря, 1-2 ведра, сгорает топливо, они ждут эффекта. Всегда рекомендуем, делаем рекомендации, засыпается полный бункер и как только начинает, заглядывая, когда вы заглядываете в бункер, смотрите, начинают появляться угли, то есть это говорит о чем? О том, что нужно уже засыпать, досыпать топливо в бункер, то есть хотя бы наполовину должен быть заполнен. Ну то есть это долгоиграющий котел, который, грубо говоря, вы в начале сезона затопили, да, все правильно. и восстановили его работу только тогда, когда вы уже почувствовали, что тепло в доме вам не нужно. По сути котел не требует остановки для того, чтобы засыпать топливо, удалить залу, его можно эксплуатировать всю зиму. Останавливается котел только в случае какого-то форс-мажора, а так он не требует, то есть на весь сезон запуск идет. Ну, резюмируем. В целом, котел Magnum от компании НМК это очень сбалансированное изделие. Работает длительное время на одной загрузке топлива, загружать топливо очень удобно через наклонную дверцу. Уголь можно использовать практически любой. Чистить котел очень просто, вы убедились в этом сами, потому что доступ ко всем абсолютно поверхностям открыт, легко его очень организовать. Чтобы ворошить угли, предусмотрена специальная рукоятка, также можно прикрутить сбоку специально автоматическую систему для того, чтобы либо по температуре теплоносителя, либо по времени автомат делал это за вас. Иначе, конечно же, котел требует к себе внимания. Раз в 4-5 часов к нему нужно будет подходить для того, чтобы пошевелить угли. Так что эта система, она в принципе его превращает такой в практически автомат. Да, автомат в автономный источник тепла для всего вашего дома. В дополнение, что хотелось бы добавить. модель, которая шла у нас до 2018 года, модель Magnum, в процессе эксплуатации мы пришли к тому, что хотелось бы добавить длительное сгорение именно за счет увеличения бункера. И с 2018 года у нас уже пошла она доработанная модель именно с возможностью установки автоматики. Доработанный бункер, он стал больше, именно больше топлива. и доработана сама топка, то есть объем топки он увеличился. Котел куда берется значение 15, 20, 30 киловатт. Котел не выдает эти значения в пике, когда мы его разгоняем. Это усредненное, то есть в процессе, когда котел выходит в рабочий режим, именно в спокойном режиме он выдает свои 15 киловатт. То есть это номинальная мощность? Да. Если мы хотим больше, то есть по сути, как мы и говорили, детали, которые в котле установлены, мы их можем убрать, вывести котел в режим прямого горения, котел выдаст и 20 киловатт. Без проблем. Но про длительность тогда можно забыть. Да. Ну, эффективность соответственно будет уже не та. я думаю, что мы отразили в нашем ролике сейчас все абсолютно нюансы этого котла. Если у вас остались вопросы, вы можете задать как мне, так Сергею их под этим видео в комментариях. Ждем ваши вопросы. Я благодарю Сергея за подробную. Евгений, очень приятно, что приехали, посетили нас, посмотрели наш магазин. Я всегда к вашим услугам. Надеюсь, в дальнейшем рассмотреть проект совместных съемок именно уже непосредственно котла в эксплуатации котел Магнум. Это я могу гарантировать, потому что вся продукция, производимая компанией НМК, она представлена на сайте fornax.ru и в магазинах Fornax. Тем для обсуждения очень много. На сегодня мы попрощаемся. Я надеюсь, что наш совместный проект по обзору котла Магнум был наиболее для вас полезен. На самом деле, если какие-то есть вопросы, можно их задавать, ответим без проблем. Спасибо, всего доброго. До новых встреч, счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok